Привет, сегодня с вами опухший Дима, и сегодня я буду воплощать свою маленькую мечту, ну или почти, я буду рисовать на стенах. А еще напишите, пожалуйста, очень много комментариев и поставьте лайк либо дизлайк под этим видосом, чтобы видео продвинулось в этом страшном, беспощадном ютубе. Поэтому быстренько напишите любой комментарий, и я начинаю рисовать. В общем-то, всем приветик из закадрового мира, и для меня рисование на стенах всегда было чем-то таким необычным, чем-то потусторонним, потому что я вообще не представляю, как можно рисовать на стенах очень красиво, потому что иногда идешь по городу, хотя нет, в городе таких красивых штук нет, потому что это все запрещают или что, я не знаю. Вот, но где-нибудь за городом ты идешь, и там какая-нибудь стена разрисована, и ты смотришь, и ты просто восхищаешься, потому что вау, как вообще можно рисовать на стенах. То есть ты просто берешь этот баллончик и рисуешь, а там такие вот классные прям градиентные рисунки. В общем-то, я даже на бумаге не представляю, как такое можно нарисовать, а там стена, то есть стена, она вертикальная, на ней не суперудобно рисовать. Поэтому для меня пока что загадка, как люди рисуют на стенах, и я пока что не рискнул рисовать прямо на стенах, потому что я в одном из прошлых видосов рисовал просто обычные смайлики, просто черным баллончиком, просто вообще неряшливо, в этом не было как бы задумки, просто нужно было нарисовать смайлики. Неважно, аккуратно или неаккуратно, поэтому с этим я справился, вот, и это было достаточно сложно, потому что краска, которая стекалась, то она куда-то улетала, потому что дул ветер, дул вентилятор. В общем-то, очень много факторов, которые мешают рисовать, но все равно у людей получаются классные рисунки, и недавно я в инстаграме видел, как какой-то чувак рисует в блокноте, и там в блокноте, типа скетчбук, но там вместо обычных белых листов красивые рисунки с фотографиями стен. И я подумал, что, блин, это классная идея, пытался его найти, где можно купить, и потом подумал, что, а нафига тратить деньги, покупать блокнот с картинками стен, если можно зайти в интернет, скачать стены и рисовать на стенах. Поэтому, чтобы хоть как-то свою мечту немножко приблизить, не то чтобы мечту, но, короче, одна из целей в своей жизни порисовать на стенах, и вот, я просто зашел в интернет, поискал фотографии стен, и чтобы хоть как-то приблизиться к этому моменту, я решил порисовать сегодня на стенах. И уже в конце я заметил, во время рисунка я это особо не заметил, что на первой фотографии стены какие-то ватермарки, то есть это незаконно скачанная фотография, надеюсь, меня не посадят за такой, да ладно, шучу, конечно же, не посадят, вот, но не уследил, не уследил мой реквизитор, конечно же, все, больше я его не буду брать на работу, я уволил своего реквизитора, у меня их было 5 штук, теперь 4. Вот, и вообще, еще одна причина, почему я решил порисовать на стенах, это то, что мне в комментариях под каким-то видосом написали, что мой стиль очень классно бы смотрелся в виде граффити, и не рисовал ли я когда-нибудь на стенах. И я задумался, блин, а почему я никогда не рисовал на стенах, и я вспомнил, что я всегда это хотел, но мне всегда было страшно, и вот так вот я решил побороть немного свой страх и распечатать стены, то есть все совпало, много факторов совпало. Я увидел в инстаграме фотографии того рисунка на стенах в блокноте, я увидел комментарий, я увидел свою мечту в голове. Странно звучит, короче, много факторов совпало, и поэтому родилось это видео, поэтому я рисую. Это был самый первый рисунок, и для того, чтобы хоть как-то привыкнуть вообще почувствовать этот материал, то есть это бумага, распечатанная картинкой, маркер поск, которым я рисую, и чтобы хоть как-то понять, как они взаимодействуют между собой, я решил сделать такой пробный рисунок, первый, вообще без идеи, незамысловатый, просто отпустить мысли и дать рукам пляс. Вот, я просто взял маркеры, взял листик бумаги с этой стеной и начал рисовать, и вот такая вот незамысловатая штучка у меня пока что получается, то есть это какой-то персонаж лысый, у него веснушки, почему-то оранжевый глаз, и возле него восклицательный знак и всякие разные надписи, типа он смеется. Вот, вообще, для меня граффити это какие-то такие штуки, которые очень мультяшные, очень необычные, очень интересные и очень классно выглядят, и они всегда, вот я не знаю, даже вот если какой-то некрасивый дом, на нем какой-то граффити, оно все равно выглядит классно. Конечно, я понимаю, что есть всякие разные рисунки, когда просто вот какую-нибудь херню нарисовали на стене, и прямо это вообще выглядит блевотно, то тогда да, это очень портит. То есть там какой-нибудь вот просто вот большая стена, и на ней просто написали какой-нибудь кривой линии, кривой текст. Я не понимаю смысл этого текста, но когда рисую что-нибудь красивое, то это просто вау, просто хочется восхищаться, просто хочется вырвать эту стену, занести себе домой и спрятать ее, чтобы никто больше ее не украл. Конечно же, мои рисунки не претендуют на то, чтобы их вырывали и занесили себе домой, но эти листочки очень легко можно украсть, и очень легко можно перенести себе домой и радоваться, радовать свои глазки у себя дома. Поэтому можете меня выследить, украсить рисунки и повесить у себя их дома, ну, либо просто любоваться этим видосом, пересматривать его 500 тысяч раз, чтобы у меня было много просмотров, и вам хорошо, и мне хорошо, и всем хорошо. И вот такой вот рисунок первый у меня получился. Это первое пробное граффити, и сейчас я буду рисовать уже более красивую, более кольную штучку, потому что первое все-таки блин комом, второй блин почти комом, но получше. Тут уж у меня получилась такая более необычная идея, потому что здесь такой вот фонарь на фотографии, и из этого фонаря из-за него прям вылазит такая вот щупальца-осминога, которая прям бьется в экран, она на переднем плане, а сзади на стене будет граффити, то есть это получилась такая двойная штука, потому что здесь дополнена реальность нарисованная, и плюс граффити на стене. Я не знаю, есть ли в этом какой-то смысл, есть ли в этом какая-то задумка, но мне очень понравился этот рисунок, потому что, скорее всего, из этого видоса он самый удачный, самый прикольный, поэтому смотрите до конца, выбирайте самый лучший рисунок, но мне, скорее всего, нравится вот этот вот, но вообще я уже просто забыл, что я там нарисовал, поэтому, возможно, к концу видоса я поменяю свое мнение. Ну и, конечно же, обычно граффити такой-то текст, и как же без текста в граффити, поэтому я напишу, конечно же, слово жопа, потому что на другое я не способен, кроме слова жопа я ничего другого не знаю, в принципе, вот какой интеллект, такие слова я и пишу, вот, если вы умнее меня, то напишите в комментариях более умные слова, но умнее, чем слово жопа, я ничего не знаю. Концентрация слова жопы на одну минуту просто зашкаливает, по-моему, и мое видео, наверное, заблокирует YouTube, но неважно, кто вообще мои видосы смотрит, почти никто, поэтому особо никто и не заметит. Ну, а, кстати, если вы смотрите мои видосы постоянно, то пройдите и проверьте, может быть, вы что-нибудь пропустили, а если вы ничего не пропустили, то напишите в комментарии, что вы смотрите все мои видосы, вот, чтобы я знал, что такие люди существуют, потому что, судя по просмотрам, меня почти никто не смотрит, потому что даже раньше меня смотрело побольше людей, и я не знаю, что, если честно, происходит, потому что мне кажется, что я делаю видосы не хуже, чем некоторые блогеры, которые тоже снимают что-то про рисование, либо что-нибудь еще, и у них видосы намного, например, могут быть хуже, Но хотя это мое субъективное мнение, нельзя объективно оценить свое творчество Но мне кажется, что мои видосы не сильно хуже, чем некоторые видосы других блогеров И у них в разы больше просмотров Хотя не сказать бы, что у них плохие видосы, но как бы сказать так можно Но вообще, если люди смотрят какого-то блогера, какого-то художника, значит в нем что-то есть И возможно просто я этого не замечаю, другие люди заметили, поэтому как бы там и есть просмотры Есть подписчики, в общем-то не будем никого судить, поэтому я никого не привожу в пример Потому что все субъективно, тут просто мое мнение Если мне не нравится, я просто не смотрю и просто завидую Конечно же я завидую, потому что у меня такого нет, все, я просто завидую И кстати, напишите в комментарии вот из-за чего вы смотрите мои видосы Чтобы я проанализировал комментарии, понял, что нравится людям в моих видосах И делал более как бы качественные штуки, хотя качественные видосы И я это делаю несовместимое, но я буду стараться делать то, что нравится людям Вот, и такая немножко минутка нытья закончилась И давайте смотреть дальше, как я рисую И вообще я кстати думаю, что многие люди включают мои видосы просто на фоне Потому что они не то чтобы длинные, не то чтобы короткие Но в принципе попить черек можно успеть Поэтому если вы смотрите мои видосы и даже не на фоне, а прям смотрите То вообще очень классные ребятки А если вы смотрите мои видосы на фоне, то можете иногда посмотреть вообще, что я там рисую Потому что иногда получается красиво К примеру, сейчас получается очень прикольно Мне очень нравится, когда я передал объем этой щупальцы Она очень интересная, вот, но, возможно, мне пока что так кажется, и через неделю мне уже перенравится этот рисунок, но пока что мне очень сильно нравится, как у меня получилась эта щупальца Она такая вот неряшливая, но вроде бы и объемная, короче, очень классно выглядит А еще я знаю, в граффити рисую такие, типа, теги, вроде это называется, в курсе там, типа, короче, просто вот быстрый неряшливый рисунок одним цветом Я нарисовал такую вот мордочку персонажа, которую сейчас я вот нарисую, к примеру, вот сейчас, или сейчас, вот сейчас, такую вот мордочку персонажа нарисовал И, в принципе, этот рисунок тоже готов, вот, тут будет фотография, и начинаем рисовать следующий рисунок На следующем рисунке у меня будет просто много, несколько персонажей, конечно же, их будет немного, потому что я не умею рисовать Тут будет несколько персонажей, такая вот птичка желтенькая, там будет еще кое-что, вот, но давайте я немножко минутку помолчу, потому что я уже устал говорить Да и вы, наверное, стали меня слушать. Давайте вот немножко послушаем музычку, и дальше я опять начну что-нибудь говорить. Продолжение следует... Продолжение следует... И вот такие вот персонажи пока что у меня получаются. Это такая желтенькая птичка. Какой-то дьявол, какой-то розовый смайлик и, конечно же, опять какая-то щупальца. Точнее, это даже не щупальца, а вот такие вот какие-то живые лианы, которые в джунглях. Они в фильмах обычно убивают людей, и они вот их схватывают, связывают, завязывают, привязывают к дереву. Они там задыхаются, умирают, короче, очень позитивно. Вот, и на фоне я добавляю такие разные штучки, разные штрихи, чтобы заполнить пространство, потому что когда я нарисовал персонажей, то смотрелось очень пусто, очень просто. Поэтому я решил просто заполнить пространство и написать на фоне слово Дима. Это, типа, моё имя. Вот, и также написал там в углу «Эту стену испортил Дима Кагарт», потому что «Эту стену испортил Дима Кагарт». Это, в принципе, пишу правду. И, кстати, вообще, напишите ещё в комментариях, как вы относитесь к тому, чтобы во время видосов включать какую-то музыку вместо того, чтобы говорить. Потому что вот я постоянно говорю, ни секунды я не молчу в видосах, и это очень много. Я просто вот неделю каплю эмоций, и потом выговариваюсь, тупо, в видосах, потом ещё неделю отдыхаю, и потом опять выговариваюсь так постоянно. И, возможно, мне было бы проще делать чаще видосы, потому что я бы меньше говорил, включал бы музыку, и у меня было бы больше эмоциональных сил, да и просто сил. Вообще, мне очень нравится, когда вот в видосах там вот половина говорят, половина музыка, это немножко комбинируется, и в итоге получается что-то вот такое одно, что-то среднее. То есть, типа, там минуту говорят, минута музыка, минуту говорят, минута музыка, и так вот целый час можно просто чередовать музыку с каким-то разговором. И это очень расслабляет, можно просто вот вечером лечь, смотреть на дождь, слушать музыку, слушать разговоры какого-то странного мальчика из Беларуси, который рисует. Вот, если вам нравятся такие видосы, то напишите в комментариях и поставьте лайк, и я, возможно, буду делать видосы длиннее, буду вставлять больше музыки, и буду делать видосы почаще. Вообще, сам, когда рисую, я часто включаю видосы про рисование на английском языке, потому что русский язык мне уже надоел, потому что я всю жизнь живу в стране, где говорят на русском. Нужно немножко отвлекаться от русского языка, вот. Но во время рисования, когда я снимаю видосы, именно мне сложно смотреть видосы про рисование, потому что я сбиваюсь и не могу нормально снять видос, поэтому во время рисования я смотрю всякие разные новостные видосы, разные видосы с обсуждениями, разные видосы, где про что-то рассказываю, что-то умное, научное, Потому что, не знаю, мне это очень отвлекает, очень успокаивает И я могу спокойно рисовать во время видоса и ни о чем не задумываться И просто слушать разные какие-нибудь посредственные новости, на которые мне вообще абсолютно наплевать Вот, но эти новости зачем-то снимают на YouTube Мне интересно, кто это вообще смотрит, но там всегда очень много просмотров Вот, и я думаю, что это просто включают на фон Потому что я сейчас вот там смотрю вот на экране Антон С вроде бы Он снимает какие-то сплетни, это вообще абсолютный кринж какой-то Он там просто на все бомбит, хотя я не знаю, кто он такой Почему его мнение всем интересно Вот, но он просто там бомбит, и это вроде бы должно быть неинтересно Но это очень интересно, какой-то мужик просто сидит бомбит на все новости, которые происходят И это очень интересно наблюдать И вот он каждый день что-то обсуждает, на что-то бомбит Что-то рассказывает и очень сильно эмоционально это все рассказывает Я вот не знаю, человеку либо нечем заняться, потому что у него очень много эмоций накапливается каждый день Либо вот я не знаю, как, потому что я пытался записывать видосы каждый день Пытался делать что-то каждый день, но у меня всегда вот я что-то поделаю один день И еще пару дней я отдыхаю, потому что мне нужно набраться заново сил Набраться всем, чтобы опять заново со свежими эмоциями, свежими силами записать какой-то видос А он просто каждый день бомбит, выдает эти видосы Не, на самом деле это очень классно, я не знаю, почему я ушел в эту тему, но Вот так вот, наверное, и рождается его видос Он просто вот садится и просто говорит про все, что думает Это очень классно, я когда-то пытался делать видосы каждый день, но это очень сложно Это очень выматывает, потому что я поделал видосы каждый день В итоге я потом почти месяц наделал видосы В итоге мы просмотры упали В итоге, короче, всем привет со дна Да и вообще, я очень люблю всякие разные подкасты Люблю просто очень много поговорить Но раз в неделю, поэтому, кстати Была бы отличная идея раз в неделю делать Какой-нибудь разговорный видос Очень длинный, чтобы можно было под него порисовать Можно было что-нибудь тоже обсудить Короче, пишите в комментариях разные темы Которые вы бы хотели обсудить вместе со мной И я буду, может быть Я подумаю, конечно, чем-то этим предложением И раз в неделю, либо раз в месяц Выкладываю очень большой, очень длинный разговорный видос С обсуждением просто разных тем В общем-то, просто напишите много комментариев С разными темами для обсуждения А я уже подумаю, что с этим сделать И, возможно, я буду просто в видосах на фоне Разговаривать на эти темы Либо просто соберу много тем Либо с друзьями, либо с кем-нибудь за рисованием Будем, конечно же, рисовать, потому что я обожаю рисовать Будем рисовать и обсуждать разные вопросики Которые вас волнуют, которые меня волнуют И я думаю, это получится такой крутой арт-подкаст Вот так вот видос ушел в какое-то обсуждение Просто непонятно чего И я думаю, я создан для подкастов Потому что вот там просто нужно бесконечно о чем-то говорить У меня это хорошо получается Потому что, я не знаю, на видео я всегда очень много болтаю Особенности за кадром И такие вот рисунки классные у меня получились Вот, сейчас будут последние слова И да Ну и вот такие вот рисунки на стенах у меня получились Конечно же, настоящие стены было искать очень сложно И я еще не уверен в своих силах Чтобы прямо на большой стене рисовать большой рисунок баллончика Не забудьте, пожалуйста, написать много комментариев Не забудьте поставить лайк, либо дизлайк И не забудьте подписаться на канал Пишите, короче, много комментариев еще раз И всем пока!